Девушки отдыхают 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 Уф, на празднике собралось так много гостей, что почитать количество Снегурочек и Дедов Морозов оказалось просто невозможно. Карнавальные наряды были даже у машин. Они открыли новогоднее шествие. Больше всего из них не запомнилась машина-печка, на которой ехал веселый Емеля и играл на гармошке. Новый год – это долгожданный, добрый, волшебный праздник. Пусть он будет таким же ярким и сказочным, как новогоднее шествие в городе Чебоксары. Лена Кирьянова, Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Николай Яковлев, Акил Бупсер. Брат, у меня для тебя есть сюрприз. Интересненько. Держи. Спасибо. Да ты сегодня действительно настоящий Дед Мороз. Дарить подарки очень приятно. Вот и ребята 10-й школы тоже решили превратиться во всемников и подарить новогоднее настроение всем ученикам и учителям в школы. Только один день в году за партами 10-й школы можно увидеть необычных учеников, сказочных героев. Мальвины, гусары и красные шапочки ждут в гости Деда Мороза. А он может появиться на пороге класса в любой момент. Этот праздник в школе называют «шествием». Он традиционный. Проводится уже 15 лет. Когда мы это придумывали, были только один Дед Мороз и одна Снегурочка. И их роли выполняли учителя. Ну, с каждым годом количество детей у нас прошло, и приходилось увеличивать количество Дед Морозов и Снегурочек. И постепенно эту роль стали играть сами ученики. Сейчас учеников 10-й школы поздравляют сразу 4 делегации. Каждый герой прошел кастинг и даже обучение. Ребята, почему именно вас выбрали на роль волшебников? Потому что мы очень активны. И в конце концов, мы уже 11-й класс, последний год вот в этой школе. И, ну, нам нужно участвовать везде, и мы очень рады этому. Мне понравилось быть Дед Морозом. Но самая главная причина, по которой я не хотел бы стать Дед Морозом, это очень жарко. Невыносимо жарко. Дети встречают нормально. Иногда забывают текст, конечно. Тогда неудобно бывает. Вместе с помощниками Дед Мороз и Снегурочка заглядывают в каждый класс. Поют с ребятами песни. И, конечно, дарят подарки. Грамоты и дипломы достаются победителям школьных конкурсов. Есть в красном мешке и другие подарки. Скоро, скоро Новый год. Дед Мороз уже пришел. Он подарки нам разносит. И стихи читать нас просит. Все. Как видите, в игру включаются даже старшеклассники. Интересно. А как реагируют учителя? А учителя вас не ругают? Ведь вы отвлекаете всех от учебы. Конечно же, не ругаются. Ведь это праздник для всех детей. Да и для них тоже. Они сами не прочь с нами повеселиться. Повеселиться, попеть песенок. Вы знаете, мы тоже одно время боялись, что учителя будут возмущаться. Но учителя уже привыкли и сами ждут. А если вдруг кто-то вовремя не придет к ним, они уже начинают спрашивать. А почему это вы к нам не пришли? Мы вас ждали, а вы не пришли. И пусть разок ребята сделают на одно упражнение меньше, но зато у всех будет новогоднее настроение. Ведь самый сказочный праздник уже совсем близко. Андрей Федоров, Александр Петров, Айкил Бупсер. Сегодня у нас необычный праздничный выпуск. Так? Как? Значит, сегодня можно вести новости не вдвоем, а втроем? И кто же будет нам помогать? Она. Мягкая игрушка? Да, но непростая. Это ведь обечка. Сила наступающего 2015 года. Говорят, чтобы он был счастливым, в каждом доме должна стоять фигурка овечки или козленка. Овечка, конечно, красива, но разве она умеет развлекать зрителей? Конечно, она как настоящий ведущий умеет петь и танцевать. Смотри. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю, виновата ли я, что мой голос ряжал, когда пела я песню ему. Да, очень веселая игрушка. Ребята, а у вас дома уже есть символ наступающего года? Если до сих пор нет, не расстраивайтесь. И не торопитесь просить родителей покупать вам подобные игрушки. Сделать овечку можно своими руками. А как нам сейчас подскажут ученики 12-й школы? Захочешь в 12-ю школу и попадаешь в новогоднюю сказку. Прямо у входа, под елочкой, за небольшим заборчиком, пасутся барашки и огнята. На выставку, которая называется «Новогодняя овечка», подделки приносили и первоклассники, и выпускники. Кто-то творил самостоятельно, кто-то объединялся с друзьями. Есть и коллективные работы. Мы делали эту работу всем классом. После уроков мы сели и вместе придумали, как сделать этого барашку. Мальчики вышли на улицу и нашли ветки. Настя Михайлова сделала рот. Эту работу мы назвали «Умной овечкой», и поэтому у нее есть книжка и очки. Мы хотим, чтобы этот барашек стоял весь год в школе и приносил ученикам радость и пятерки. Данила, скажи, из чего ты сделал свою подделку? Я сделал свою подделку из шерсти, и мне помогала мама. На эту подделку мне ушло два дня. И когда наступит Новый год, я его подарю бабушке и дедушке. Я думаю, что она принесет нам много счастья. Своего барашку я сделала из искусственной шерсти. Мы ее купили в магазине и набила синтепоном. Я делала свою подделку с любовью и думаю, что она принесет очень много счастья и радости. Мы сделали эту овечку не для того, чтобы победить, а чтобы подарить всем радость и хорошее настроение. Мы сделали эту овечку из контейнеров для яиц. И вот такое чудо получилось. Посмотрев на эти подделки, я поняла, что сделать овечку можно из чего угодно. Было бы желание. Ариана Стромаус, Евгений Анисимов, Акелбупсер. Новогодние мероприятия сейчас проходят повсюду. Где-то это сказки, где-то выставки. А вот в Доме культуры ровесник. Прошел конкурс «Мисс Снегурочка». За это звание боролись самые артистичные девочки из разных чебоксарских школ. Леяных волшебниц подготовили множество испытаний. Сначала им надо было рассказать о себе. Я веселая девчушка, озорная хохотушка. Книжки я люблю читать, писать, готовить, вышивать. Настоящая Снегурочка знает кучу игр и с легкостью может развеселить малышей. Вот и девочкам-снегурочкам нужно было поиграть со зрителями. Судить участниц было непросто. Ведь все они и красавицы, и умницы. Даже разговаривают по-сказочному. Новый год – это как волшебная сказка. Снег, снежок, небо голубое. Дед Мороз ходит в гости и дарит всем подарки. Да еще я прихожу с моим Дедушком Морозом. Каждая девочка вернулась домой со своим титулом. Снегурочка-улыбка. Снегурочка-зимняя загадка. Снегурочка-очарование. Ну и, конечно, мисс Снегурочка. У нас остается совсем немного эфирного времени. Мы тут подумали и решили посвятить его себе, любимому. Точнее, нашей программе «Айтео Бупсер». Она появилась совсем недавно, но уже успела запомниться зрителям. В 2014 году мы стали победителями фестиваля детского телевидения «Включайся». Предлагаю вспомнить и другие яркие моменты лучших в России детских новостей. Школьные новости, опросы, интервью, эксклюзивные сюжеты расследования. И все это в программе «Айкил Бупсер». В эфир национального телевидения «Чуваши» вышло уже 29 выпусков детских новостей. Особенность программы в том, что почти все сюжеты придуманы детьми, юными корреспондентами детской студии «Куча Мала». А значит, и освещается в программе то, что интересно самим ребятам. Согласитесь, далеко не каждый взрослый журналист догадается выяснить, какие санки самые быстрые или безопасные. На старт! Внимание! Марш! Артем, ты победил! Как ты думаешь, почему? Потому что меня папа сильно толкнул. Действительно. Нужно провести эксперимент без помощи родителей. На старт! Внимание! Марш! Итак, первым испытанием абсолютно точно побеждают санки-снегокаты. Еще одно необычное расследование юнкоров было посвящено честности чебоксарцев. Захватив с собой скрытую камеру, Ксюша и Настя решили выяснить, сколько людей вернет им якобы случайно упавшие 50 рублей. Мы провели эксперимент 10 раз. Из них один человек купюру взял себе. Другой человек сначала взял себе, а потом передумал. Два человека сделали вид, что не заметили, а остальные вернули. Это говорит о том, что в городе у нас больше честных людей, и мы этому очень рады. Ведущие корреспонденты программы «Акилбупсер» успели побывать во многих школах республики, пообщаться с известными людьми. Наши ребята представляли город Чебоксары и Министерство информационной политики Чувашии на ежегодной выставке в День республики. Это вам акциональное удлияние Чувашии. Да же? Я оставлю у вас или тебе подарю. Хорошо? Подари. Я у них там бываю, кепку можно надеть, да, а это там подарю. Вот, держите. Кроме того, наши корреспонденты прошли обучение у известных российских журналистов в Останкино. Что вы можете пожелать юным журналистам и артистам? Будущим журналистам и артистам я хочу пожелать, пожалуйста, если вот вы можете прожить без сцены и журналистики, проживите. Правда. Народов в профессии много, но, с другой стороны, если вы видите, что вот, ну, не можете выжить без журналистики сцены, это значит, ну, надо заниматься этой профессией. И добро пожаловать, дорогие коллеги. Но самое приятное, что мы получили заветную статуэтку-кнопочку на фестивале детского телевидения «Включайся в Москве», став лучшими новостями России. Вот так быстро пролетел целый год. Спасибо, что все это время вы были вместе с нами. Вам веселья и добра. Мы желаем детвора много игр и развлечений. Новогодних приключений. Увидимся уже в 2015 году. До свидания. Ну, а теперь, мальчики, я хочу вас поздравить. Это вам подарки от национального телевидения «Чувашия» и с Новым Годом. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»